Добрый день! Сегодня мы будем изучать так называемые экспертные системы. Это одно из направлений искусственного интеллекта, которое очень хорошо вписалось в повседневную практику сегодняшней жизни. Поэтому несколько слов я скажу о самом искусственном интеллекте. Термин искусственный интеллект был предложен в 1956 году на семинаре по решению логических задач на компьютере в Стэнфордском университете США. Основная идея, которая заключена в этой метафоре, состояла в намерении попытаться смоделировать на машине процесс решения задач человеком. Каковы... Сейчас мы рассмотрим характеристики и назначения экспертных систем. Первый вопрос наш. Вот мы начали с вами разговор об искусственном интеллекте. Что такое искусственный интеллект? Каково его определение? Это метафорическое название одного из интегральных направлений науки, цель которого разработка аппаратно-программных средств, позволяющих непрограммирующему профессионалу ставить и решать свои задачи, которые традиционно считаются интеллектуальными. При этом он должен общаться с компьютером на удобном и понятном этому пользователю языке. Интегральным это направление является потому, что в нем соединены исследования из области психологии и лингвистики, философии и математики, вычислительной техники и программирования и других областей науки и практики, где применяются или могут применяться интеллектуальные системы. Так что же такое экспертные системы? Экспертные системы — это сложные программные комплексы, которые аккумулируют знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражируют этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей. Главная идея использования технологий экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта его знания и, загрузив их в базу знаний системы, использовать их всякий раз, когда в этом возникнет необходимость. Экспертные системы представляют собой компьютерные программы, которые преобразуют опыт экспертов в какой-либо области знаний в форму эвристических правил или эвристик. Сходство информационных технологий, которые используются в экспертных системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако имеются и три существенных различия. Рассмотрим их. Первое связано с тем, что решение проблемы в рамках системы поддержки принятия решений отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю принять решение, которое превосходит его возможности. Второе отличие технологий выражается в способности экспертных систем пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения как раз оказываются более важными для пользователя, чем само даже решение. Третье отличие связано с использованием нового компонента информационных технологий, технологии работы со знаниями. Современные экспертные системы широко используются для тиражирования опыта и знания ведущих специалистов практически во всех сферах экономики и, конечно, не только экономики. Давайте рассмотрим экспертную систему и среду, в которой она функционирует. Вот на этом рисунке представлена как раз экспертная система, среда разработки и среда ее функционирования. Компонентами самой экспертной системы является интерфейс с пользователем, база знаний и решатель или механизм вывода. Интерфейс с пользователем обеспечивает вход в систему задачи и вывод решения на удобном и понятном пользователю языке. В базе знаний хранятся знания экспертов, на основе которых система принимает решения. Решатель — это компонент экспертной системы, который осуществляет вывод решения на основе знаний из базы знаний и диалога с пользователем. Имеется в виду вывод, конечно, логический или там иной, скажем, вывод по аналогии. Для формализации знаний используются некоторые их представления, а в решателе используется один из способов поиска решений. Обо всем этом мы поговорим чуть позднее. Вся экспертная система реализована на одном или нескольких специализированных языках программирования, хотя возможны варианты и с традиционными языками программирования. Все это вместе работает под руководством установленной на компьютере операционной системы. Среда разработки включает в себя средства извлечения знаний, средства поддержки баз знаний, средства отладки и средства разработки интерфейса. Для эксплуатации экспертной системы необходимо, чтобы она могла получить информацию из баз данных, из баз данных, и в том числе по сетям связи. А если эта система предназначена для решения задач в реальном масштабе времени, то тогда она должна иметь возможность получать информацию от датчиков или от сенсоров. Кроме того, экспертная система может функционировать в составе какого-либо оборудования. Ну вот рассмотрим области использования экспертных систем. Их довольно много. Вот на этом слайде перечислены бизнес, производство, медицина, инжиниринг, компьютерные системы, коммуникация, управление информацией, сельское хозяйство и так далее, и так далее. Конечно, здесь эти области использования экспертных систем перечислены не все. Наибольшее количество экспертных систем действительно работает именно в бизнесе. Ну вот примером комплексной такой системы может служить интегрированная консультирующая система, по-английски Integrated Consulting System, ICS, которая была разработана фирмой SRI International, американской, с целью анализа конкурентных возможностей и планирования стратегии производства в отрасли, которая характеризуется высокой степенью дифференциации продуктов. Система ICS отличается от других аналогичных информационно-аналитических систем, возможностей интеграции методов количественного и качественного анализа, в которые отражаются знания о технологических, производственных возможностях, рынках. Система ICS внедрена в компаниях, которые действуют в 97 регионах с 300 видами продуктов и 24 технологическими процессами. Ну вот мы кратко познакомились с характеристикой и назначением экспертных систем, то есть рассмотрели их в самых общих чертах. Ну, теперь пора приступить к более глубокому изучению. Поэтому переходим к структуре экспертной системы. Экспертная система состоит из базы знаний, из решателя, рабочего поля, механизмы взаимодействия, которые включает в себя интеллектуальный интерфейс, и механизм объяснения, механизм обновления знаний и тех пользователей, которые этим пользуются. То есть пользователь, инженер знаний и эксперт. Вот эта структура представлена на данном слайде. Вы ее видите. Поскольку мы здесь определили довольно много, назвали довольно много различных новых терминов, давайте их определим. Ну, прежде всего, кто такой пользователь? Это специалист, который в какой-либо предметной области, для которого предназначена система. Обычно его квалификация недостаточно высока, и поэтому он нуждается в помощи и поддержке своей деятельности со стороны экспертных систем. Инженер знаний. Это специалист по искусственному интеллекту, который выступает в роли промежуточного звена между экспертом и базой знаний. Ну, вот существуют различного рода другие названия этого. Инженеры знаний. Это когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик. Может быть, вы встретите еще и какие-то другие названия. Интеллектуальный интерфейс. Это комплекс программ, который обеспечивает диалог пользователя с экспертной системой, максимально приближенный к естественному для человека, как на стадии ввода информации, так и при получении результатов. База знаний. Это, естественно, ядро экспертной системы. Это совокупность знаний предметной области, которая хранится на машинном носителе в форме, понятной эксперту и пользователю. Ну, параллельно такому человеческому представлению в базе знаний существует еще. База знаний во внутреннем машинном представлении, на языке, понятном для машины. Решатель. Это программа, которая моделирует или имитирует ход рассуждений эксперта на основе тех знаний, которые имеются в базе знаний. Ну, опять же, синоним это дедуктивная машина или блок логического вывода. Далее. Рабочее поле. Мы использовали, когда рассматривали блок-схему экспертной системы. Это область памяти или виртуальное пространство компьютера, в котором происходит процесс поиска или вывода, мы говорим, решения. Здесь тоже имеются синонимы. База данных, рабочая область. Далее. Интеллектуальный интерфейс. Это тоже программа, обеспечивающая удобный и понятный пользователю и эксперту, то есть естественный, способ взаимодействия с системой. Она может включать в себя диалог на профессиональном, естественном языке и диалог с использованием графики. Механизм объяснения. Это программа, позволяющая делать понятным, то есть, да, механизм объяснения. Это программа, которая позволяет делать понятным или прозрачным ход рассуждения системы в процессе решения задачи. Он, например, позволяет, механизм объяснения позволяет пользователю получать ответы на вопросы, как была получена та или иная рекомендация, или почему система приняла такое решение. Ну, возможно, и другие виды вопросов, особенности в продвинутых экспертных системах с развитым механизмом объяснений. Механизм обновления данных, то есть, прошу прощения, обновления знаний. Программа, позволяющая инженеру знаний удалять, добавлять и корректировать знания, которые содержатся в базе знаний. Ну, синонимом является интеллектуальный редактор базы знаний. Как я уже говорил раньше, основа экспертной системы составляет база знаний. Мы уже говорили о базах знаний и о знаниях в предыдущих лекциях. Уточним теперь, что под этими терминами, под данными и под знаниями подразумевается в экспертных системах. Данные это, прежде всего, да, прежде всего, давайте попытаемся разобраться в терминах данные и знания, да. При изучении интеллектуальных систем традиционно возникает вопрос, что же такое знания и чем они отличаются от обычных данных. Сразу следует сказать, что принципиального отличия между ними нет. Иногда имеющиеся данные приобретают статус знаний, а знания рассматриваются как данные. Тем не менее, существует рабочее определение того и другого, которое мы и будем придерживаться. Данные это описание отдельных фактов, характеризующих объекты, процессы и явления в предметной области, а также их свойства, представленные на языке описания данных. При обработке на ЭВМ данные трансформируются, условно проходя следующие этапы. Данные как результат измерения и наблюдений, данные на материальных носителях информации, модели или структуры данных в виде диаграмм, графиков, функций, данные в компьютере на языке описания данных, ну и база данных на машинных носителях. Знания связаны с данными, основываются на них, но представляют результат работы мыслительной деятельности человека. Они обобщают его опыт, который он получает в ходе выполнения какой-либо деятельности. Вот некоторые определения данных, знаний, которые, помимо тех, которые я вам давал на предыдущих лекциях. Знания это выявленные закономерности предметной области, принципы, связи, законы, позволяющие решать задачи в этой области. Знания это проверенная практика результат познания действительности, верные отражения в мышлении человека. Знания это информация, взятая в контексте, и, наконец, знания это хорошо структурированные данные. Все эти определения верны в определенном контексте, и можно было бы приводить много других определений. Для хранения данных используются базы данных. Для них характерный большой объем и относительно небольшая удельная стоимость информации. Для хранения знаний используются базы знаний. Они небольшого объема, но исключительно дорогие информационные массивы. База знаний, еще раз повторюсь, это основа любой интеллектуальной системы. Классификацию знаний, которые хранятся, можно проводить по разным категориям. Ну вот одна из этих категорий разделение на поверхностные и глубинные знания. Поверхностные знания о видимых взаимосвязях между отдельными событиями и фактами в предметной области. А глубинные это знания в виде основ наук, законов природы, абстракции, аналогии и так далее. Современные экспертные системы работают в основном с поверхностными знаниями. Это связано с тем, что на данный момент нет адекватных моделей, которые позволяют работать с глубинными знаниями. Еще одна классификация. Это проблемно ориентированные знания об объектах, об отношениях на них, о способах решения задач. Знания общего вида, то есть энциклопедические знания, законы природы и метазнания, то есть знания о том, как использовать знания. При обработке на ЭВМ знания проходят этапы преобразования аналогично тому, как это происходит с данными. Знания сначала находятся в памяти человека, как результат его мыслительной деятельности, затем они переносятся на материальные носители знаний, затем закачиваются в поле знаний, условно это условное описание основных объектов предметной области, их атрибутов и закономерностей, которые их связывают. Знания записываются на языках представления знаний и, наконец, знания хранятся в базах знаний. А вот теперь мы познакомимся с моделями и языками представления знаний в экспертных системах. К настоящему времени наиболее активно используются четыре основных модели и довольно большое количество языков представления знаний, которые основаны на этих моделях. Итак, что же это за модели? Это продукционные модели, семантические сети, фреймы, формально-логические модели. И вот давайте их рассмотрим, каждую из них поподробнее. Продукционная модель. Это представление знаний в виде таких пар. Если дальше условие идет, то после этого идет действие. Под условием понимается некоторое предложение, образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний. А под действием это те действия, которые выполняются при условии успешного поиска. При использовании продукционной модели база знаний состоит из набора правил. Программа, которая управляет перебором правил, называется машиной вывода. Вывод бывает прямой, то есть от данных к поиску цели, или обратный, от цели для ее подтверждения к данным. А данные – это исходные факты, на основании которых начинается работа машины вывода, то есть программа, которая перебирает правила в базе знаний. Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах. Она привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой механизма логического вывода. Семантические сети. Сам термин «семантический» означает смысловая, а сама семантика – это наука, которая устанавливает отношения между символами и объектами, которые они обозначают. То есть наука, определяющая смысл законов. Ну вот, семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины которого понятия, а дуги – отношения между ними. Понятия – это абстрактные или конкретные объекты, а отношения связи типа «и это принадлежит», «иметь частью» и так далее. Во всех семантических сетях обязательно присутствие следующих трех отношений. Это отношения класс-элемент класса, свойства, значения и пример элемента класса. Наиболее часто в семантических сетях используются, помимо этих, еще и такие отношения. Вот они здесь перечислены. Это связь типа «часть целая» и так далее. Функциональные связи, количественные связи, пространственные, временные, атрибутивные и логические связи. Проблема поиска решений в базе знания типа семантической сети сводится к задаче поиска фрагмента сети, который соответствует некоторой подсети, а она, в свою очередь, соответствует поставленному за вопросу. Основное преимущество такой модели – в соответствии с современным представлением об организации долговременной памяти у человека. Недостаток модели – сложность поиска вывода на семантической сети. Для реализации такой семантической сети существуют специальные сетевые языки. Рассмотрим теперь фреймовые представления знаний в экспертной системе. Фрейм – это от английского слова frame, каркас или рамка. Он предложен Марвином Минским, американским ученым из Массачусетского технологического института в 70-е годы. Предложен как структура знаний для восприятия сцен. Эта модель, как и семантическая сеть, имеет глубокое психологическое обоснование. Под фреймом понимается абстрактный образ или ситуация. Вот в психологии и в философии известно такое понятие абстрактного образа. Ну, например, слово «комната» вызывает у тех, кто слушает образ комнаты. Это жилое помещение с четырьмя стенами, полом, потолком, окнами и дверью. Площадь там от 60, ну, скажем, до 40 квадратных метров. Из этого описания ничего нельзя убрать. Например, убрав окна, мы сразу же получим чулан, а не комнату. Но в нем, в этом описании, есть дырки или, как их называют, слоты. Это незаполненные значения атрибутов. Количество окон, цвет стен, высота потолка, покрытие пола и так далее. Вот в теории фреймов такой образ и называется фреймом. Фреймом называется также и формализованная модель для отображения образа. Вот здесь показана структура фрейма. Он состоит из имени слота, типа слота, значения слота и так называемой присоединенной процедуры. Существуют различные типы фреймов. Различают фреймы-образцы или прототипы, которые хранятся в базе знаний, и фреймы-экземпляры, которые создаются для отображения различных реальных ситуаций на основе поступающих данных. Модель фрейма является достаточно универсальной, поскольку позволяет отобразить все многообразие знаний о мире. Например, фреймы структуры используются для обозначения объектов и понятий. Скажем, такие фреймы, как заем, залог, вексель. Фреймы роли применяются для отображения ролевых функций. Например, фрейм-менеджер или фрейм-кассир, клиент. Фреймы сценарии описывают действия, которые происходят в пространстве и во времени. Скажем, банкротство, собрание акционеров, празднование Нового года. Фреймы ситуации – это, например, тревога, авария, рабочий режим устройства. Вот важнейшим свойством теории фреймов является взаимствование из теории семантических сетей наследование свойств. Основным преимуществом фреймов, как модели представления знаний, является способность отражать концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и наглядность. При перечислении моделей представления знаний я упомянул еще формально логические модели. Традиционно в представлении знаний выделяют формально логические модели, основанные на классическом исчислении предикатов первого порядка или на исчислении высказываний. В этом случае предметная область или задача описывается в виде набора аксиом. Это, в общем-то, достаточно удобный и для исследовательских целей способ представления знаний, особенно если используется всякого рода расширение логики. Однако реализация такого представления представляет определенные трудности, хотя и существует язык прологс, который специально был разработан для такого представления. Мы здесь не будем вдаваться в подробности и тонкости формально логического представления знаний, поскольку он редко используется в промышленных экспертных системах из-за сложности его интерпретации не математиками-экспертами. Рассмотрим теперь классификацию экспертных систем. Возможно, классификация по решаемой задаче. Интерпретация данных – это одна из традиционных задач для экспертных систем. Под ней понимается определение смысла данных, результаты которого должны быть согласованными и корректными. Обычно предусматривается многовариантный анализ данных. Диагностика. Здесь под ней понимается обнаружение неисправности в некоторой системе. Под неисправностью понимается отклонение от нормы. Вот если так трактовать, то можно с единых теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических системах, и заболевания живых организмов, и всевозможные природные аномалии. Важной спецификой здесь является необходимость понимания функциональной структуры, то есть анатомии, диагностирующей системы. Мониторинг. Основная его задача – это непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за допустимые пределы. Проектирование состоит в подготовке спецификации на создание объектов заранее определенными свойствами. Под спецификацией понимается весь набор необходимых документов – и чертеж, и пояснительная записка, и так далее, и так далее. Основная здесь проблема – получение четкого структурного описания знаний об объекте. Для организации необходимо формировать не только само проектное решение, но и мотивы их принятия. Таким образом, в задачах проектирования тесно связаны два основных процесса, которые выполняются в рамках соответствующих экспертных системах, то есть процесс вывода решения и процесс объяснения. Прогнозирующие системы логически выводят вероятные следствия из заданной ситуации. Обычно используется в этом случае параметрическая динамическая модель, в которой значение параметров подгоняется под заданную ситуацию. Под планированием понимается нахождение планов действий, которые относятся к объектам, способных выполнять некоторые функции. Ну и, наконец, обучение. Система обучения диагностирует ошибки при изучении какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказывает правильное решение. Они аккумулируют знания о гипотетическом ученике и его характерных ошибок. Затем в работе они способны диагностировать слабости в знаниях обучаемых и находить соответствующие средства для их ликвидации. В общем случае, все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на системы, которые решают задачи анализа, и системы, решающие задачи синтеза. Основное отличие задач анализа от задач синтеза заключается в следующем. Если в задачах анализа множество решений может быть перечислено и включено в систему, то в задачах синтеза множество решений потенциально строится из решений компонентов или под проблему, поэтому перечислено заранее быть не может. Задачи анализа — это, например, интерпретация данных, диагностика, а к задачам синтеза относятся проектирование и планирование. Существуют и комбинированные задачи. К ним относятся, например, обучение, мониторинг, прогнозирование. Продолжим классификацию экспертных систем по другим критериям. Как их, например, классифицируют по связям с реальным временем. Они бывают статические, квазидинамические и динамические. Статические разрабатываются в предметных областях, в которых база знаний и интерпретируемые данные не меняются во времени, они стабильны. Квазидинамические интерпретируют ситуации, которые меняются, но с некоторым фиксированным интервалом времени. Ну и, наконец, динамические работают в сопряжении с датчиками объектов в режиме реального времени с непрерывной интерпретацией поступающих данных. Далее классификация по типу ЭВМ. Ну, здесь перечислены все типы возможных ЭВМ, которые существуют для разработки и для эксплуатации экспертных систем, начиная от экспертных систем, от супер-ЭВМ для уникальных стратегически важных задач, и кончая экспертными системами на персональных компьютерах типа IBM PC или Mac 2 или им подобных. По степени интеграции с другими программами бывают автономные и гибридные экспертные системы. Автономные работают непосредственно в режиме консультации с пользователем для специфических экспертных задач, то есть для решения которых не требуется привлекать традиционные методы обработки данных. Гибридные представляют программный комплекс, который агрегирует стандартные пакеты прикладных программ и средства манипулирования знаниями. Это может быть и интеллектуальная надстройка над пакетом прикладных программ, или интегрированная следа для решения сложной задачи с элементами экспертных систем. Несмотря на внешнюю привлекательность гибридного подхода, следует отметить, что разработка таких систем является задачей на порядок более сложной, чем разработка автономной экспертной системы. Стыковка не просто разных пакетов, а разных методологий. Именно это происходит в гибридных системах. Так вот эта стыковка порождает целый комплекс теоретических и практических трудностей. Рассмотрим теперь коротко с помощью чего создаются экспертные системы. Инструментальные средства мы их рассмотрим. Ну, среди традиционных языков наиболее удобным считаются объектно-ориентированные языки типа Small Talk или C++. Это связано с тем, что парадигма объектно-ориентированного программирования тесно связана с фреймовой моделью. Представление знаний, собственно, из нее и проистекает. А кроме того, традиционные языки программирования используются для создания других классов инструментальных средств искусственного интеллекта. Языки искусственного интеллекта – это прежде всего ЛИСП и Пролог. Они наиболее распространены и предназначены специально для решения задач искусственного интеллекта. Универсальность их меньше, нежели традиционных языков. Но по идее универсальности здесь компенсируется богатыми возможностями по работе с символьными и логическими данными. Специальные инструментальные языки общего назначения – это библиотеки и надстройки над языком искусственного интеллекта, над ЛИСПом или над Прологом, которые позволяют пользователю работать с заготовками экспертных систем на более высоком уровне, нежели это возможно в обычных языках искусственного интеллекта. Что касается оболочек, или по-английски Shell, это пустые версии существующих экспертных систем, то есть готовые экспертные системы без баз знаний. Достоинство этих оболочек состоит в том, что они вообще не требуют работы программистов для создания готовой экспертной системы. Требуются только специалисты в предметной области для заполнения базы знаний. Однако, если некоторая предметная область плохо укладывается в модель, которая используется в некоторой оболочке, то заполнить такую базу знаний в любом случае весьма непросто. Вот мы рассмотрели назначение функций экспертных систем, их структуру и внутренние механизмы получения советов от экспертной системы. Такие советы являются весьма ценными в процессе принятия решений, поскольку они основываются на знаниях экспертов, и эти знания хранятся в базах знаний экспертных систем. Теперь мы перейдем к рассмотрению технологии создания экспертных систем, которая в ряде моментов существенно отличается от разработки традиционных программных продуктов. Разработка программных комплексов экспертных систем как за рубежом, так и у нас в стране, находится на уровне скорее искусства, чем науки. Это связано с тем, что долгое время системы искусственного интеллекта чаще всего разрабатывались в виде таких частных прототипов и версий программ, и перед тем, как перейти на конечный продукт, довольно длительно проходил этот процесс преобразования из прототипов в действующий продукт. Такой подход хорошо действует действительно в исследовательских условиях, однако в коммерческих условиях он является слишком дорогим, чтобы оправдать затраты на создание такого рода продукта. Ну вот, мы с вами рассмотрим сначала этапы традиционной технологии создания экспертных систем, причем рассмотрим в том виде, как они обычно описываются в монографиях или в учебниках по экспертным системам. А в конце этой главы я сделаю некоторые замечания по этой технологии, которые являются результатом накопленного опыта по разработке и по применению реальных экспертных систем. Процесс разработки экспертной системы, если он опирается на традиционные технологии, можно разделить на шесть более или менее независимых этапов, которые практически не зависят и от предметной области. Это идентификация проблемы, разработка прототипа, развитие допромышленной системы, оценка, стыковка и поддержка. Давайте последовательно рассмотрим каждый из этих этапов. Этап выбора проблемы. Он включает определение проблемной области, определение назначения и сферы применения экспертной системы, подбор экспертов и группы инженеров знаний, выделение ресурсов, постановку и параметризацию решаемых задач. Вот правильный выбор проблемы представляет, наверное, самую критическую часть разработки всей системы в целом. Если выбрать неподходящую проблему, можно очень быстро увязнуть в болоте проектирования задач, которые никто не знает, как решать. Неподходящая проблема может также привести к созданию экспертной системы, которая стоит намного больше, чем экономит. И, наконец, дело будет обстоять еще хуже, если разработать систему, которая работает, но неприемлема для пользователей этой системы. При выборе области применения следует учитывать, что если знание, необходимое для решения задач, постоянно, четко сформулировано и связано с вычислительной обработкой, то обычные алгоритмические программы, скорее всего, будут тем самым целесообразным способом решения задач в этой области, которые нужно применить. И ничего не нужно мудрить с созданием экспертных систем. Какие факты свидетельствуют в пользу разработки экспертных систем? Ну вот приведем некоторые из них. Если обнаруживается нехватка специалистов, которые расходуют значительное время для оказания помощи другим, в этом случае имеет смысл затевать разработку экспертной системы. Если имеется потребность в многочисленном коллективе специалистов, поскольку ни один из них не обладает достаточным знанием. Если вдруг снижена производительность, поскольку снижается производительность, поскольку задача требует полного анализа сложного набора условий, а обычный специалист не в состоянии рассмотреть все эти условия за отведенное время. Большое расхождение, если существует между решениями самых хороших исполнителей и самых плохих исполнителей. Это говорит о том, что действительно экспертов нет и имеет смысл разрабатывать экспертную систему. Ну, наконец, наличие конкурентов, которые имеют преимущество в том, что они лучше справляются с поставленной задачей. Стало быть, у них имеются эксперты или они знают что-то, чего не знаем мы, скажем так. А вот сейчас мы перечислим задачи, которые наилучшим образом подходят для решения с помощью ИВМ. Они имеют такие характеристики. Эти задачи, прежде всего, узкоспециализированные должны быть. Потому что широко специализированные задачи требуют знания, общечеловеческих знаний здравого смысла. Это вот как раз второй пункт. Они не зависят в значительной степени от соображений здравого смысла, с которыми пока не умеют работать экспертные системы. Дальше. Эти задачи не должны являться для эксперта ни слишком легкими, ни слишком сложными. Оценивают так, что для решения простых задач время решения у эксперта должно составлять не более трех часов, а для наиболее сложных это время решения колеблется или может даже достигать трех недель. Далее. Условия исполнения задачи определяются самим пользователем системы. Ну и, наконец, имеют результаты, которые можно оценить. Обычно экспертные системы разрабатываются путем специфических знаний от эксперта и ввода этих знаний в систему. В процессе разработки и последующего расширения системы инженер знаний и эксперт обычно работают вместе. Инженер знаний помогает эксперту структурировать его знания, определяясь и формализовать понятия и правила, которые необходимы для решения этой проблемы. Кроме них, коллектив разработчиков целесообразно включать потенциальных пользователей и профессиональных программистов. После того, как задача определена, необходимо подсчитать расходы и прибыли от разработки экспертной системы. В расходы включаются затраты на оплату труда коллектива разработчиков, а в дополнительные расходы включают стоимость приобретаемого программного инструментария, с помощью которого и разрабатывается экспертная система. Откуда возможна прибыль? Она возможна за счет снижения цены продукции, за счет повышения производительности труда, за счет расширения номенклатуры продукции или продукции услуг, в той области, для которой создается экспертная система. Существующие расходы и прибыли от системы определяются относительно времени, в течение которого возвращаются средства, вложенные в разработку. На современном этапе большая часть фирм, которые развивают крупные экспертные системы, предпочитает разрабатывать дорогостоящие проекты, которые приносят значительные прибыли. Однако наметились сейчас тенденции разработки менее дорогостоящих систем, хотя и с более длительным сроком возвращения вложенных в нее средств. Так вот, после того, как инженер по знаниям убедился, что данная задача может быть решена с помощью экспертной системы, что экспертную систему можно создать с помощью средств, которые имеются и предлагаются на рынке, что имеется подходящий эксперт, что предложенные критерии производительности будущей системы являются разумными, что затраты и срок их возвращаемости приемлемы для заказчиков, вот тогда он составляет план разработки. Он определяет шаги процесса разработки и необходимые затраты, а также ожидаемые результаты. После этого начинается разработка прототипа. Что входит в процесс разработки прототипа? Прежде всего, это идентификация проблемы, извлечение знаний, структурирование знаний, формализация предметной области, реализация прототипа и тестирование прототипа. Прототипом мы называем усеченную экспертную систему, которая спроектирована для проверки правильности кодирования знаний, связей и стратегий рассуждения эксперта. Она также дает возможность инженеру знаний, привлечь эксперта к активному участию в разработке экспертной системы. Объем прототипа исчисляется от нескольких десятков правил, или фреймов, или примеров, до нескольких тысяч. Но в этом случае, в том случае, когда такое большое количество правил присутствует, это уже не прототип, а уже финальный, так называемый финальный прототип, готовый к эксплуатации. Давайте рассмотрим каждую из стадий разработки прототипов. Начинается все с идентификации проблемы. Это знакомство и обучение коллектива разработчиков, а также создание неформальной модели проблемы. На стадии идентификации проблемы инженер знаний, эксперт и пользователей, и пользователь действует совместно и, по возможности, дружно. Какие здесь решаются, на этой стадии, задачи? Определяются цели, то есть будет ли это распространение опыта, автоматизация ли это рутинных действий или что-то еще другое. Выбирается класс решаемых задач. Осуществляется поиск необходимых ресурсов, то есть времени, людей, ЭВМ, финансов. Определяется источник, источники знаний, то есть книги, дополнительные эксперты, методики. Осуществляется поиск имеющихся аналогичных экспертных систем. Средняя продолжительность этого этапа от одной до двух недель. Следующий этап у нас это извлечение знаний. Извлечение знаний это получение инженером знаний наиболее полного представления о предметной области и способах принятия решений в ней. На стадии извлечения знаний работают совместно инженер знаний и эксперт, из которого, собственно, и извлекаются знания. Какие здесь используются методы? Это анализ текстов, это диалоги с экспертом, это экспертные игры, лекции экспертов, дискуссии с экспертом, интервью, наблюдения и существуют другие методы. Средняя продолжительность этого этапа от одного до трех месяцев. Более подробно об извлечении знаний мы с вами будем говорить в последней части нашей лекции. Далее начинается этап структурирования или, еще говорят, концептуализации знаний. Это разработка неформального описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста, которые отражают основные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной области. Вот такое описание называется полем знания. На этой стадии основная работа приходится на инженера знаний. Какие задачи решаются на этапе структурирования или концептуализации знаний? Выявляется определяется терминология, список основных понятий их атрибутов, выявляются отношения между понятиями, определяется структура входной и выходной информации, находится или определяется стратегия принятия решений, выявляются ограничения на стратегию поиска решений. Ну и другие конечно задачи решаются на этом этапе, всех я здесь сразу не могу перечислить. Следующая стадия это формализация предметной области, это разработка базы знаний на языке, которые с одной стороны соответствуют структуре поля знаний, а с другой позволяет реализовать прототип системы на следующей стадии программной реализации. Строится формализованное представление концепции предметной области на основе выбранного языка представления знаний. Здесь на этой стадии работают инженер знаний и программист. Какие используются языки представления знаний? Это логические методы, то есть я уже говорил, это исчисление пределикатов первого порядка или исчисление высказываний. Используются продукционные модели как с прямым, так и с обратным выводом или с комбинированным выводом. Используются семантические сети, используются фреймы, ну и наконец используются в качестве языков объектно ориентированные языки, которые основаны на иерархии классов и объектов. Все чаще на этой стадии используется симбиоз языков представления знаний. Ну, например, в системе Омега это и фреймы, и семантические сети и полный набор всевозможных всех возможностей языка исчисления предикатов. Средняя продолжительность вот этой стадии от одного до двух месяцев. Стадия разработки, то есть стадия реализации. Это разработка программного комплекса, который демонстрирует жизнеспособность подхода в целом. То есть создается прототип экспертной системы, который включает и базу знаний, и все остальные блоки. Здесь основная нагрузка конечно приходится на программиста. способы какие реализации здесь. Это как я уже тоже упоминал программирование на традиционных языках типа Паскаль, Си плюс плюс, просто Си в других языках. Возможно программирование на специализированных языках, которые применяются в задачах искусственного интеллекта, то есть на ЛИСПе, Прологе, ФРЛе, СМОЛТОКе. Их существует достаточно большое количество. Используются инструментальные средства разработки экспертных систем. Это специальные языки типа АРТ, КЕЕ и другие. Ну и наконец, наиболее простым способом разработки является использование пустых экспертных систем или оболочек. Вот здесь я отмечу, что пустые экспертные системы действительно ориентированы на какую-то очень узкую задачу. Они собственно говоря представляют экспертную систему для решения этой задачи без базы знаний. Что же касается оболочек, то они могут быть ориентированы на решение не одной, а нескольких или класса задач. И в этом смысле оболочки это более широкое понятие, чем пустые экспертные системы. Продолжительность этого этапа средняя от одного до двух месяцев. Следующий этап это тестирование. Тестирование это выявление ошибок в подходе и реализации прототипа и выработка рекомендаций по доводке системы до промышленного варианта. здесь оценивается и проверяется работа программ прототипа с целью определения в соответствии с реальными запросами пользователей. И во время тестирования принимает участие и инженер знаний, и эксперт, и программист, и пользователи. То есть фактически вся команда. Какие задачи здесь во время тестирования решаются? Ну, прототип проверяется на удобство и адекватность интерфейсов ввода-вывода. То есть характер вопросов в диалоге, связанность выводимого текста результата, то есть насколько он близок к тому тексту, который привыкли читать мы. Естественному то есть здесь проверяется эффективность стратегии управления, то есть порядок перебора знаний, базе знаний, возможность использования нечеткого вывода, ну и так далее. Здесь тестируется качество проверочных примеров, то есть обычно для того, чтобы убедиться в том, хорошо система решает задачу, ей дают примеры, ответы на которые известны. Это так называемые проверочные или тестовые примеры. Ну и наконец, здесь проверяется корректность базы знаний, то есть ее полнота и непротиворечивость. средняя продолжительность этого этапа от одной до двух недель. На этом третий этап разработки экспертной системы заканчивается и начинается этап доводки прототипа до промышленного образца или до промышленной системы. Здесь происходит расширение базы знаний, разработка и адаптация алгоритмов. Чаще всего реализуется плавный переход от демонстрационного прототипа к промышленной системе. При этом, если программный инструментарий выбран удачно, то и не обязательно переписывать систему другими программными средствами. Понятие же коммерческой системы в нашей стране входит в понятие промышленный программный продукт или промышленный экспертная система. Основной на третьем этапе заключается в добавлении большого числа дополнительных эвристик. Эти эвристики обычно увеличивают глубину, как мы говорим, системы, то есть работу по решению более сложных задач, использование более тонких случаев. Вместе с тем эксперт и инженер по знаниям могут расширить и охват системы, то есть включить правила, которые управляют дополнительными подзадачами или дополнительными аспектами экспертной задачи. Еще одной задачей инженера знаний на этом этапе является разработка и адаптация интерфейсов, с помощью которых система будет общаться с пользователем и с экспертом. Необходимо обратить особое внимание на языковые возможности интерфейсов, на их простоту, на их удобство для управления работой экспертной системы. Система должна обеспечивать пользователю возможность легким и естественным способом спрашивать непонятное у системы, приостанавливать ее работу, возвращать действия системы на несколько шагов назад и так далее. В частности, при разработке интерфейса бывают и могут быть полезными графические представления. На этом этапе разработки большинство экспертов узнает достаточно уже о вводе правил и они могут начать сами вводить в систему новые правила. Таким образом начинается процесс, во время которого инженер по знаниям передает право собственности и контроля за системой эксперту, для того, чтобы он уточнял, более детально разрабатывал систему и обслуживал ее. На этом третий этап заканчивается и начинается этап оценки системы. После завершения этапа разработки экспертной системы необходимо провести ее тестирование в отношении критерия эффективности. К тестированию широко привлекаются другие эксперты с целью опробирования работоспособности системы на различных примерах. Экспертные системы оцениваются главным образом для того, чтобы проверить точность и правильность работы программы и ее полезность. Оценку можно проводить исходя из различных критериев, которые мы сгруппируем следующим образом. Это критерии пользователей, то есть понятность и прозрачность работы системы, удобство интерфейса, критерии приглашенных экспертов, то есть это оценка советов решений системы, которые она предлагает, сравнение ее собственными решениями, оценка подсистем объяснений и, наконец, это критерии коллектива разработчиков. Ну, здесь довольно много таких критериев. Это эффективность реализации, производительность, время отклика, дизайн, широта охвата предметной области, непротиворечивость базы знаний, количество тупиковых ситуаций, когда система не может принять решение, анализ чувствительности программы к незначительным изменениям представления знаний, весовые коэффициенты, применяемые в механизмах логического вывода данных и так далее. Следующий этап это стыковка системы. На этом этапе осуществляется стыковка экспертной системы с другими программными средствами в среде, в которой она будет работать и происходит обучение людей, которых она будет обслуживать. Иногда это означает внесение существенных довольно изменений в саму систему и такое изменение требует обязательного непременного вмешательства инженера знания или какого-либо другого специалиста, который может модифицировать систему. Под стыковкой подразумевается также разработка связей между экспертной системой и средой, в которой она будет функционировать. Для подтверждения полезности системы важно представить каждому из пользователей возможность поставить перед экспертной системой реальные задачи, а затем проследить, как она выполняет эти задачи. Чтобы система была одобрена, необходимо представить ее как своего помощника, как помощника такого человека, который с ней будет работать. Она фактически освобождает пользователя от обременительных задач. Но ни в коем случае нельзя ее представлять как средство его замещения, то есть замещения этого будущего пользователя. Ну и наконец шестой этап, это этап поддержки системы. При перекодировании системы на язык подобной C повышается ее быстродействие и увеличивается переносимость. однако гибкость при этом уменьшается. Это приемлемо лишь в том случае, если система сохраняет все знания проблемной области и это знание не будет изменяться в ближайшем будущем. Однако если экспертная система создана именно для того, что проблемная область меняется, для того случая, когда проблемная область меняется, обязательно необходимо поддерживать систему в инструментальной среде разработки. Иначе система будет непрерывно устаревать. технологии создания экспертных систем. Если следовать этой технологии, то можно получить вполне работоспособную экспертную систему при условии, если вы не ошиблись на первом этапе. к сожалению, обычно начинают делать экспертную систему, не просчитав и не промоделировав будущую работу по созданию экспертной системы. Вот имеются оценки, что ошибка на предпроектной стадии разработки системы может привести к двум-десяти кратному увеличению стоимости разработки и совершенно неприемлемому увеличению сроков введения системы в эксплуатацию. Она может устареть раньше, чем она будет быть введена в эксплуатацию. Поэтому именно предпроектный этап разработки является наиболее критичным во всем жизненном цикле будущей системы. С моей точки зрения его целесообразно ввести перед первым этапом традиционной технологии. Ну вот этим замечанием я, пожалуй, закончу рассмотрение третьего вопроса нашей лекции и перейду к методам извлечения экспертных знаний, то есть к инженерии знаний. Центральная проблема и центральной вообще проблемой при создании интеллектуальных информационных технологий является адекватное отображение знаний специалиста компьютерной внутри компьютера в памяти компьютера. Это привело к развитию нового направления в информатике, которое получило название инженерии знаний. В этом направлении определяется соотношение человеческого знания и его формализованного отображения в памяти машины. Инженерия знаний изучает и разрабатывает вопросы, которые связаны с получением знаний, с их анализом и формализацией для дальнейшей реализации в интеллектуальной системе. Итак, мы переходим к вопросу о методах извлечения экспертных знаний. Существует несколько стратегий получения знаний. Наиболее распространены такие это приобретение, извлечение и формирование. Под приобретением знаний понимается способ автоматизированного построения базы знаний посредством диалога эксперта и специальной программы. При этом структура знаний заранее закладывается в программу. Эта стратегия требует существенной предварительной проработки предметной области, поскольку требуется построить структуру знаний. Термин извлечения касается непосредственно живого контакта инженера знаний и источника знаний. формирования знаний традиционно закрепился за чрезвычайно перспективной и активно развивающейся области инженерии знаний, которая занимается разработкой моделей, методов и алгоритмов анализа данных для получения знаний и обучения. Эта область включает индуктивные модели формирования гипотез на основе обучающих выборок включает в себя обучение панологии и ряд других методов. Извлечение знаний это процедура взаимодействия эксперта с источником знаний, в результате которой становятся явными процессы рассуждений специалистов при принятии решений и структура их представления о предметной области. В настоящее время большинство разработчиков экспертных систем отмечают, что процесс извлечения знаний остается самым узким местом при построении промышленной экспертной системы. Процесс извлечения знаний это длительная и трудоемкая процедура. В ней инженеру знаний необходимо воссоздать модель предметной области, которой моделью, то есть которой этой самой моделью пользуются эксперты для принятия решений. Часто начинающие разработчики экспертных систем, желая избежать этой мучительной процедуры, в общем-то, задают вопрос, а может ли эксперт сам извлечь из себя знания? Вот оказывается, что по многим причинам это нежелательно. Ну, во-первых, большая часть знаний эксперта это результат многочисленных наслоений и ступеней опыта. И даже часто зная, что из А следует Б, эксперт не догадывается и даже не дает себя отчета, что цепочка его рассуждений была гораздо длиннее, просто он ее как бы проглотил, не заметил, не увидел. Во-вторых, это было еще известно древним мышление диалогично, и поэтому диалог инженера знаний и эксперта это наиболее естественная форма раскручивания лабиринтов памяти эксперта, в которых, собственно, и хранится знание. Более того, часто эти знания имеют невербальный характер, то есть не могут быть выражены словами. В-третьих, эксперту гораздо труднее создать модель предметной области из-за глубины и необозримости информации, которую он обладает. Многочисленные причинно-следственные связи реальной предметной области образуют сложную систему, из которой выделить скелет или главную структуру иногда проще аналитику, чем эксперту, тем более, что аналитик владеет системной методологией. Любая модель это упрощение, а упрощение легче с меньшим делать, с меньшим знанием деталей. Ну, каковы же практические методы извлечения знаний? Ну, прежде всего, это коммуникативные методы. Они вообще классификация этих методов связана с источником знаний. Вот коммуникативные методы охватывают все виды контактов с живым источником знаний, то есть с экспертом. А текстологические касаются методов извлечения знаний из документов, методик, пособий, руководств и специальной литературы, статей, монографии, учебников. Обычный инженер знаний комбинирует различные методы, например, сначала изучает литературу, затем беседует с экспертом или наоборот. В свою очередь, коммуникативные методы можно также разделить на две группы, на активные и на пассивные. пассивные методы подразумевают, что ведущую роль в процедуре извлечения знаний как бы передается эксперту, а инженер знаний только протоколирует рассуждения эксперта во времени его реальные работы по принятию решений и записывает то, что эксперт считает нужным самостоятельно рассказать в форме лекции. в активных методах напротив инициатива полностью в руках инженера знаний, которые активно контактируют с экспертом различными способами в играх, в диалогах, в беседах за круглым столом и так далее. Ну, рассмотрим сначала коммуникативные методы, причем пассивные коммуникативные методы. они бывают в виде наблюдений, анализа протоколов мыслей вслух и лекций. Наблюдение в процессе наблюдения инженер знаний находится непосредственно рядом с экспертом во время его профессиональной деятельности или имитации этой деятельности. При подготовке к сеансу извлечения эксперту необходимо объяснить цель наблюдений и попросить максимально комментировать свои действия. Во время сеанса аналитик записывает все действия эксперта, его реплики и объяснения. Можно даже сделать и видеозапись. Непременные условия этого метода это не вмешательство аналитика в работу эксперта хотя бы на первых порах. Протоколы наблюдений после сеансов в ходе домашней работы тщательно расшифровываются, а затем обсуждаются с экспертом. Таким образом, наблюдение это один из наиболее распространенных методов извлечения знаний на начальных этапах разработки. Обычно он применяется не самостоятельно, а в совокупности с другими методами. Протоколирование мыслей вслух отличается от наблюдения тем, что эксперта просит не просто прокомментировать свои действия и решения, но и объяснить, как это решение было найдено, то есть продемонстрировать всю цепочку своих рассуждений. Во время рассуждения эксперта его слова протоколируются инженером знаний, и основной здесь трудностью при протоколировании мыслей вслух является принципиальная сложность для любого человека объяснить, как он думает. Это нам только кажется, что мы знаем, как мы думаем, а на самом деле то, что мы говорим, совершенно не соответствует тому, что мы в действительности или как происходил процесс мышления в нашей голове. Более того, часть знаний, которые хранятся в невербальной форме, вообще слабо коррелируют с их словесным описанием. Например, очень трудно словами и невозможно практически описать, например, процедуру завязывания галстука или шнурков на ботинках. Я своим студентам иногда предлагал такую задачу решить, и никто из них на протяжении уже многих лет не смог мне в словах описать процедуру завязывания шнурков с таким условием, чтобы эту процедуру можно было бы записать в базу знаний. Так вот, расшифровка полученных протоколов производится инженером знаний самостоятельно с коррекциями на следующих сеансах извлечения знаний. Третий пассивный способ извлечения знаний это лекции. Это самый старый способ передачи знаний. Вот то, что я сейчас делаю, это есть тоже передача знаний вам, студентам. В лекции эксперту представляется много степеней свободы для самовыражения, при этом необходимо сформулировать эксперту тему и задачи лекции. При такой постановке опытный лектор может заранее структурировать свои знания и ход рассуждений. А от инженера знаний в этой ситуации требуется лишь грамотно законспектировать лекцию и в конце задать необходимые вопросы. Метод извлечения знаний в форме лекции, как и все пассивные методы, используют в начале разработки и он используется как эффективный способ быстрого погружения инженера знаний в предметную область. Теперь рассмотрим активные методы. Это анкетирование, интервью, свободный диалог, игры с экспертом. В этих методах активную функцию выполняет инженер знаний, который пишет сценарии и режиссирует сеансы извлечения знаний. Игры с экспертом существенно отличаются от других методов. А три оставшихся метода очень схожи между собой и отличаются лишь по степени свободы, которую может себе позволить инженер знаний при проведении сеансов извлечения знаний. анкетирование это наиболее жесткий метод, то есть наиболее стандартизованный. Инженер знаний заранее составляет вопросник или анкету, размножает ее и использует для опроса нескольких экспертов. В этом основное преимущество анкетирования. Под интервью понимаем мы специфическую форму общения инженера знаний и экспертов, в которой инженер знаний задает эксперту серию заранее подготовленных вопросов с целью извлечения знаний о проблемной области. Свободный диалог это метод извлечения знаний в форме беседы инженера знаний и эксперта, в которой нет жестко регламентированного плана и вопросника. свободным диалогом важно выбрать правильный темп беседы. Без больших пауз, так как эксперт может отличься, но и без гонки. Кроме того, некоторые люди говорят и думают очень медленно, и это нужно инженеру знаний иметь в виду. Понятие экспертной игры или игры с экспертом в целях извлечения знаний восходит к трем источникам. Это понятие деловой игры, понятие диагностической игры, а также компьютерные игры, которые часто применяются в обучении. Экспертные игры можно классифицировать следующим образом. Это индивидуальные игры с экспертом, ролевые игры в группе, игры с тренажером, компьютерные экспертные игры. Вот плодотворность моделирования реальных ситуаций в играх подтверждаются сегодня практически во всех областях науки и техники. Игры развивают логическое мышление, способности быстро принимать решения, и они вызывают интерес у экспертов. Индивидуальные игры с экспертом. В этом случае с экспертом играет инженер по знаниям или инженер знаний, который берет на себя какую-нибудь роль в моделируемой ситуации. Например, игра учитель и ученик. В ней инженер знания берет на себя роль ученика и на глазах эксперта выполняет его работу. А эксперт поправляет ошибки своего ученика. Это игра удобный способ разговорить с застенчивым экспертом. Ролевые игры в группе предусматривают участие в игре нескольких экспертов. К этой игре обычно заранее составляется сценарий, распределяются роли, к каждой роли готовится портрет описания и разрабатывается система оценивания игроков. Игры с тренажерами в значительной степени ближе не к играм, а к имитационным упражнениям в ситуации приближенной к действительности. Наличие тренажера позволяет воссоздать почти производственную ситуацию и понаблюдать за экспертом. Тренажеры широко используются при обучении автовождению или пилотированию и так далее. Компьютерные экспертные игры. Вот идея использования компьютеров в деловых играх известна давно. Но только когда компьютерные игры стали массовым явлением, когда они появились на всех компьютерах и в них стали играть все дети, стала очевидна особая притягательность игр такого рода. При классификации методов извлечения знаний, помимо коммуникативных я назвал еще текстологические способы извлечения знаний. Группа текстологических методов объединяет методы извлечения знаний, которые основаны на изучении специальных текстов из учебников, монографий, статей, методик и других носителей профессиональных знаний. задачу извлечения знаний из текстов можно сформулировать как задачу понимания и выделения смысла текста. Сам текст на естественном языке является лишь проводником смысла, а замысел и знания автора лежат во вторичной структуре, то есть смысловой структуре или макроструктуре текста. И эта структура надстроена над текстом естественного языка. Сегодня, к сожалению, мы не имеем возможности рассматривать текстологические методы, поскольку для этого понадобились бы знания из лингвистики и психологии, а это уже выходит за пределы нашего курса. Мне остается добавить, что процесс извлечения знаний не заканчивает работу инженера знаний с полученным сырыми знаниями и предстоит еще их концептуализация и построение функциональной структуры знаний. Затем, после формализации и программного оформления знания, наконец, они попадают в базу знаний, с которой и работает собственно экспертная система. вот собственно и все, что мы с вами могли рассказать про, что я успел и смог рассказать про извлечение знаний для создания, при создании экспертных систем. Хочу лишь еще раз подчеркнуть, что вся процедура извлечения знаний и введения этих знаний в базу знаний машины является очень сложной, трудоемкой процедурой и имеет смысл все это лишь в том случае, как я уже говорил об этом, когда вы не можете решить задачу без помощи экспертной системы, с помощью всякого рода аналитических методов или с помощью модельных методов. Вот если это действительно уже нельзя сделать, тогда беритесь за создание экспертной системы. Ну, на этом, собственно, мы и заканчиваем всю нашу программу сегодняшней лекции. Мне остается только поблагодарить вас за внимание, пожелать вам успехов и попрощаться. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok